Внимание, внимание, товарищи и товарищесы, любители сериала! В данном ролике будут спойлеры по Чернобылю. Айдс, мы это отставили и теперь можем приступить к английскому языку в на минуточку самом успешном сериале за всю историю человечества. В каком-то моменте, какой-то серии данного сериала, какой-то герой в каком-то контексте выдает слова sane и madness. И кто-то однажды сказал, будто бы хорошо учить или запоминать слова в парах, поэтому вот тебе пара – sanity and madness. Значение второго ты уже знаешь – это сумасшествие, а sanity – это вменяемость. Подожди на минутку, ты стараешься намекнуть, будто бы я не вменяемый? На, you're very sane. Нет, ты очень вменяемый. Стоп, получается не пара, а тройка. Sanity – insanity, вменяемость, невменяемость, а тут еще и madness. Man, как же я тебя запутал. Сериал «Чернобыль» хорош не только своими сценарными и кинематографическими фичами, но и притчами. Каждая ложь, что ты говоришь, влетет за собой долг правды, и рано или поздно этот долг придется уплатить. To incur. У него есть два значения. Первое, братья и сестры, это повлечь за собой что-либо. Например, your lousy lifestyle incurs a long bill to be paid. Твой паршивый образ жизни влечет за собой длинный чек, который нужно будет заплатить. Второе значение – это приобретать или наживать. Например, he must pay himself for any additional cost incurred after my departure. «Он сам должен будет заплатить за любые сверхиздержки или траты после того, как я уеду». Йоу, одна мисс мне недавно выдала. «Сэм, мужчины такие лицемеры любят обвинять женщин, будто бы они содержанки. Разве ты сам бы отказался быть на попечительстве у богатой Милф?» Что я ответил? А я промолчал. Йоу, давайте поставим лайк этому британскому актеру, в роли которого самое сложное было правильно произносить эти русские фамилии. Он заслужил твоего одобрения. Либо дословно «the lid is off», то есть «крыша взорвалась», «башню снесло», или же «to blow the lid off» метафорично «обнажить правду» или «раскрыть все карты». Ты молодой журналист, приходишь на собеседование и выдаешь. «I am tired of journalism in Russia today, so I want to blow the lid off of the top stories». Я устал от журнализма в России сегодня, поэтому я хочу снять покровы самых громких историй. А твой будущий босс почесал так подбородком, смотрит тебе в глаза и выдает. Йоу. «Do not blow the lid off and I will double your salary». Йоу, не надо ворошить, не надо копаться в этом грязном белье, а я удвою твою зарплату. Ладно, я шучу, как говорил Сэлен Дулан. «Listen to your heart». Ты показался, создал впечатление наивного идиота, а наивные идиоты не являются угрозой. Скорее всего, тебе уже знакома фраза или конструкция «to come up as». Но мне очень понравился этот батл, поэтому напиши в комментариях, как мог бы ответить этот парень в очках на хлесткий панч. Это слово ты вряд ли слышал, а если даже и слышал где-то, то, наверное, не до конца понимаешь, о чем это. «To commit», что дословно переводится как «передать» или «верить». На самом деле, это слово у меня всплывает только в случае молитвы над едой. «Dear Lord, we commit this meal unto your hands, please sanctify it». «Всевышний, мы вверяем эту пищу в твои руки, прошу, освети». То есть, это слово, которое уместно использовать у алтаря. Например, там, где ты говоришь своей мисс «I commit myself unto you, my love». «Я вверяю себя тебе, любовь моя». У этого слова есть и второе значение. Оно простое, поэтому ты можешь написать о нем в комментариях, потому что я, Сэм, доставляю тебе сложный, исковерканный и непонятный English, motherfucker. Пока!